Алина Кабаева открыла правду о личной жизни. Алина Кабаева родила двойню, что известно об отношениях спортсменки с Путиным. Иностранные СМИ 13 мая обретела неожиданная весть, которая пока не имеет официального подтверждения. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню Владимира Путина. Стала Кабаева матерью или нет, у российской спортсменки уже давно предписывают роман с руководителем Кремля. Поэтому мы решили вспомнить, что ранее уже упоминалось в СМИ о битвах, вероятном романе. Алина Кабаева родила 12 мая 1983 года в столице Узбекистана в Ташкенте. Воспитание в спортивной семье особенно отразилось на юной девочке, ее отец был известен футболистом, а мать занималась баскетболом. После почти 25 лет спортивной карьеры девушка подалась в политику. Соответственно, завязала тесные связи с российскими руководителями страны. В течение трех лет СМИ поговаривали о рабании Кабаева с капитаном милиции Давидом Мусселиане, которой бы осталось уже ее на 14 лет. Развитие отношений дошло до свадьбы. О деталях приготовления сама же Алина впервые рассказала в интервью журналу «Семь дней» в 2004 году. Уже в 2006 году она рассталась с любимым, с опыта обоюдным согласием. В июле 2013 года в интервью журналу «Большой спорт» Кабаева заявила, что у нее нет детей. Связь с Владимиром Путиным. О возможных любовных отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские иностранные семьи однократно упоминали в своих материалах, иногда даже отмечая, что спортсменка является будто бы матерью его двух небрачных детей. В апреле 2008 года мир впервые облетела новость, что у Алины Кабаевой и одежного президента Российской Федерации Владимира Путина планируется свадьба. Такая информация появилась в издании «Московский корреспондент». Эту статью перепечатали такие именные мировые СМИ, как «Спиджел», «Скар», «Дайвелт», «Дайпресс». Рядца с Алиной Кабаевой и Путина заставила себя ждать. Пресс-секретарь спортсменки потребовала опровождение информации. И сам Путин на пресс-конференции в Сардинии всего через неделю после публикации заявил, что в этой истории нет ни одного всплата правды. Но через несколько дней после публикации владелый изданием «Московский корреспондент» Александр Неберин закрыл его, объясняя этот шаг к реактивности газеты. Иностранный сайт «Дайвелтис», отсылаясь на неизвестные источники, в то же время утверждал, что издание прекратило свое существование по звонку к юморских служб. Об отношениях возможных любовников писали разные издания. Документальным мотивированием тайных отношений стал маршрутный лист, представленный поклонным журналистом Борисом Неменцевым за московскому саду Москвы. Там утверждалось, что в 2008 году прессы частного самолета доставили Кабаеву и еще нескольких друзей Путина. Второй раз о связи Кабаева и Путина написали в марте 2015 года. Тогда стало известно, что в вип-клинике Святой Анны в Швейцарии, согласно информации местной газеты, Кабаева родила ребенка. Эту же информацию спортсменка не опровергала. Но пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сразу опроберг сообщение, которое появилось в в Швейцарских СМИ, что Кабаева родила ребенка, а отцом ребенка является Владимир Путин. В мае того же года Алина впервые появилась на публике после возможных родов на фестивале художественной монастыки. Вместе с тем, в 2015 году Кабаева засветилась обручальным концом во время поездки в непризнанную Южную Осетию. Кроме большого количества достижений, Кабаева становилась участницей больших скандалов. В 2001 году, на пике ее карьеры, после допинга в детстве на «Играх доброй воли» 2001 года в Австралии, ее организмы обнаружили хоросемит, лекарственное средство, которое оплодает способностью быстро выводить скоропытки. Несно допинг-препараты и спрашивать лишний вес. Поэтому Кабаева и ее напарница по сборной России Ирина Чащина за подросток решили покрытие допинга, из-за чего они были исквалифицированы на два года в спортивных соревнованиях, а результаты на «Играх доброй воли» в чемпионате мира 2001 года в декабре стала чемпионкой и были аннулированы. В 2007 году она завершила спортивную карьеру. Также окончила Московский государственный университет сервиса, получила квалификацию специалистов в области спортивного менеджмента. В 2009 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры. Стоит добавить, что оба образования заочные. Уже последние годы спортивной карьеры Кабаева делала первый шаг в большой политике Российской Федерации. Уже с 2001 по 2005 год она была членом бывшего совета партии «Единая Россия». Далее она была активным деятелем Общественной палаты Российской Федерации. В 2007 году по 2014 год Алина была депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2014 году возглавила судьбу директоров в ходе акциональной медиагруппы. В 2016 году стала медседяткой бюджета директоров САО «Спорт-Экспресс». Дополнительно девушка является председателем благотворительного федерации Алина Кабаевой, которая занимается многоустройством рядом с регионами. Кроме того, некоторое время Кабаева была телеведущей на российском пятом канале, снималась в фильмах и клипах, а также неоднократно становилась звездой обложек известных клянцев. В 2014 году в журнале «Огонев» сняла 8 место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин России. Воровой вопрос Путина, когда он женится, позвучала респондентом медиагруппы Кабаева и с конференцией президента Российской Федерации Владимира Путина проводилась ради экс-депутата Горгины Алины Кабаевой, отметил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой. Вопрос к президенту Владимиру Путина в полной области неудобной. В пресс-конференции сдала представитель СМИ. Отметил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой. Фейсбук. Граждане слышали ответ, для кого проводится пресс-конференция. Это вопрос, а когда выженец произвучал от корреспондента национальной медиагруппы, которую оставляет Олега Кабаева, написал он. В 2013 году Владимир и Людмила Путина были о развлечении после 50 лет брака. Российские западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с российско-олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике экс-депутатом Куздумы Кабаевой. Кабаева показала обручальное концеркло и рассказала, чем разаниматься ее дочь. Российская гимнастка Алина Кабаева рассказала, как общается с своими гимнастками. Российская гимнастка Алина Кабаева, которая приписывает отношения с президентом Российской Федерации Владимиру Путина, и сказала на предыдущий канал МР24, что если бы у нее родилась дочь, она отдала по ее гимнастке гимнасткой. Этот спорт гармонично называет ребенка. У нас есть хореография, у нас есть физическая нагрузка, у нас есть прекрасная музыка. Опять же, коллектив, понимаете? Поэтому спорт это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, вы уже чемпионки, потому что приходите и труитесь, заявила Кабаева. Во время интервью обезымянном пальце спортсменке было кольцо. Российские и западные таблоиды писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Луковский. Путин женат на России. Лидия Кабаева, как известно, но с тем не ее сестрой. Президент Российской Федерации Владимира Путина устраивает версию, что он женат на России, а гимнастка Алина Кабаева не имеет этого детей. Увела Российскую полицию с национально-то кольцо. Президент Симир Владимир Путин обещанной одиноком выпускной теле «Ижайшие подруги». Об этом эфире авторской программы главного редактора издания «Кандон» рассказал российский политолог Санислав Путборский. Российский правитель Путин должен быть достаточно загадочного российского народа и находиться в загране традиционных и технических представлений в человеческом счастье. Русского монарха в частности может быть только нечеловеческой. Недаром когда начали публиковать публиканское состояние здоровья товарища Сталина в конце февраля 1953 года, очень многие советские люди вернулись в шок, потому что там говорилось, например, что у товарища Сталина было к мочи. С точки зрения представления о вожде, у Сталина вообще не может быть мочи, отметил он. На вопрос, как ситуация обстоит на самом деле, Путин отвечает, отказался. Сталина провоцировала новый ход танков на Мариуполь. Дети Кабаева и Путин записаны на сестру экс-гимнастской СМИ. Свидетельствует о рождении двух мальчиков, в которых бывшая спортсменка Алина Кабаева предположительно родила российского лидера Владимира Путина. Матерью записана сестра Аэс-гимнастской Лейсан Чаджей Табой Бэйдж-Семс издания Нью-Йорк Таймс. Двое мальчиков, с которыми бывшая гимнастская экс-депутат Густумы Алина Кабаева появилась в сентябре на трибунах спортивного комплекса Мегаспорт предположительно приходится ей сыновьями от неофициального супруга президента Российской Федерации Владимира Путина. А по информации дети записаны по младшую сестру Кабаевой Лейсан.